В своих каких-то лекциях, рассказах, мастер-классах рассказывать именно про это. Вот как пришла идея положить вот эту камеру подводную под воду в том месте, где вот потом прошли медведи, ее нашли, начали с ней играть и получились какие-то кадры уникальные. Рассказываю про то, что нужно, опять же, терпение, чтобы дождаться кадра какого-то, ну не столько кадр даже, сколько чего-то, какого-то интересного действия происходящего. Рассказываю про то, что, опять же, про свою какую-то концепцию путешествий, фотографии, что когда сидишь на одном месте, ну как в каком-то действительно классном месте, где там животные, можно встретить разных, там природа красивая, вот ты увидишь намного больше, чем если ты потратишь этот месяц на перемещение по всему, там, не знаю, по стране какой-то, по региону, пытаясь вот все-все-все посмотреть, понемножку все ухватить, но не прочувствовать ни одного места. И вот именно лучшие у меня фотографии всегда получались, когда вот я вот примерно месяц, там недели три хотя бы вот сидел, никуда не перемещаясь, присматриваясь в ожидании какого-то вот момента. И вот всегда, как правило, это вот все случалось. И еще очень важно для меня, что если вот с такого путешествия я привожу какой-то один кадр и знаю впоследствии, знаю, что я ездил вот за этим кадром, значит вот удалось путешествие в плане фоторезультата. А не когда ты приносишь, ну вот как многие фотографы, ну привозят, скажем так, альбом какой-то из путешествия, где много красивых фотографий, вот все снято и так, и так, ты даешь какое-то представление о месте, регионе, где ты был, со всех там ракурсов каких-то. Для меня, вот как для фотографа, мне важно привести какой-то один кадр, который вот вау, и ты даже не ожидал, что такое можно снять.